Привет, просветители! Стоило мне на прошлой неделе записать ролик об альтернативной лингвистике? Прочитаем слово с конца, выкинем все гласные, парочку согласных, сравним с арабским и получим Тебе лечиться надо! И не менее альтернативной новой хронологии Фоменко Историки врут, русские основали Рим, Иван Калита, Хан Батый И высказать мнение, что поклонники подобных теорий вполне могут работать и в других школах России А не только в одной конкретной Екатеринбурге, о которой мы говорили Как началось? О Фоменко я знал давно, сложно увлекаться историей и никогда не слышать это имя Но я никогда и ни с кем о нем не говорил Некоторую информацию лучше держать при себе А тут сижу с друзьями в ресторане, попиваю молочный коктейльчик И они заводят речь о новой хронологии Важное уточнение, у меня нормальные адекватные друзья Они не пытались мне глаза раскрыть Тут было, прикинь, что встретил Окей, странно, но бывает Просто совпадение В этот же вечер перед сном захожу в один из своих любимых пабликов о Древнем Египте Я огромный фанат египтологии, поэтому для меня это нормально Читаю статью о Тутанхамоне, захожу в комментарии Да, вот тут-то все и пошло по одному месту Но на самом деле эта гробница принадлежала Александру Македонскому Тутанхамона не существовало История Древнего Египта это подлог Почитайте Академика Фоменко Он меня преследует Я уже как-то рассказывал, есть у меня одно необычное хобби Ну, люблю я заходить на личные странички всяких странных товарищей Не стоит меня осуждать Ну и все разные Кто-то вон до сих пор поступает на факультет международных отношений И на что-то надеется Не, ну с другой стороны Северной Кореи тоже кто-то отношения должен устанавливать Читаешь комментарии о толстой уродливой селении Гомес Которая, кстати, борется с волчанкой Переходишь на профиль критика Вау, все как в лучших домах Парижа Косоточка Вот из Тутанхамона не существовало Произошла та же история Кто же это написал? Ммм, мужчина, 30 лет Закончил исторический факультет Екатеринбург Люди, слушайте, что у вас там происходит? Может с водой что-то не так? Место работы средняя школа А вот и фотки с учениками Учитель истории не верит в историю Я же говорю, они меня преследуют Стоило мне снять ролик Афоменко, как вокруг стала появляться либо информация о нем, либо его фанаты Тут даже не знаешь, что хуже Наверняка и у вас было что-то подобное Ну, только не с альтернативной наукой Ты узнаешь что-то новое И уже буквально на следующий день начинаешь замечать, что снова и снова натыкаешься на эту информацию Когда мы раз за разом слышим по радио, в магазинах, просто на улице По барам Асти, Твои глаза лободы Ладно, последнюю композицию в России уже не особо часто встретишь Или Я узкий шамана Это не вызывает у нас удивления Хиты так и работают Но когда ты открываешь для себя не особо популярную группу 70-х О которой до этого вообще ничего не слышал И через несколько дней их альбом включает таксист А потом оказывается, что твоя коллега их любит Это вызывает удивление Как это работает? Только вчера подписался на блогера И вот уже в твиттере кто-то его упоминает Но до этого я его имени вообще ни разу не встречал Так что, за нами все-таки Следят? Следят, но дело не в этом Как и у практически всех удивительных эффектов нашей психики У этого тоже есть название и даже логическое объяснение А вот что это, узнаем сразу же после сообщения от спонсора этого выпуска А правда было бы здорово, если бы можно было начать осваивать новую профессию уже сейчас А первый платеж делать только через 6 месяцев Когда уже появится возможность получить деньги на новом месте работы Похоже, именно так и решили в скиллбокс Проходишь курс профессии Data Scientist И уже через полгода обучения можно устраиваться на стажировку Набираешься опыта и вот ты мидл зарплатой от 200 тысяч Мы в 2023 году, так что про льготы для IT-специалистов тоже забывать не стоит Обучение начинается с освоения базовых инструментов для работы Python, SQL, Excel, Power BI, Airflow Так что подойдет даже людям без опыта в IT Таким как я Вы можете выбрать одну из трех специализаций Специалист по машинному обучению Дата-инженер и аналитик данных Огромный пласт практики и три больших проекта для портфолио Конечно же тоже присутствуют Ну а если возникнут сложности На помощь придет личный наставник Кроме того, вы получите карьерную консультацию И помощь в подготовке к собеседованию Убедиться в эффективности обучения в скиллбокс Можно по многочисленным положительным отзывам Переходи по ссылке в описании Используй мой промокод ОСТАПОВ И получи 60% скидку Начни свой путь в IT уже сейчас В 1994 году в американской газете Появилась заметка о том Что человек дважды за один день Услышал о банде Бадера Майнхоф Что это за банда, спросите вы И точно такой же вопрос возник И у героя статьи Оказалось, что это немецкая террористическая организация Прощай, монетизация Сказал бы я после этих слов Но какая монетизация в 23 году Никогда до ни о каких Бадере и Майнхоф Человек не слышал А тут дважды за один день Где Америка 90-х И где немецкая банда 70-х Не особо большая И не то чтобы прям сильно известная После появления этой статьи И другие читатели отметили Что и с ними происходили похожие вещи Так у этого феномена и появилось название Суть феномена Бадера Майнхоф в том Что люди начинают повсюду замечать то О чем недавно узнали И вот это повторное столкновение С новой и казалось бы редкой информацией И вызывает это странное чувство За нами следят Наш мозг отлично умеет не замечать то Что ему не нужно Мимо нас ежедневно проходит Огромное количество информации И по сути информационного шума И наша психика нас от этого успешно защищает Но если акцентировать наше внимание на чем-то Даже вроде не особо важном Мозг также отлично будет эту информацию вылавливать Если я вас сейчас попрошу Не думать о розовом слоне Слышь не думай Именно розовый слон скорее всего Ваши мысли и проберется Хотя вы отлично понимаете Что это бред какой-то Но вас заставили сконцентрировать на этом внимание Наш мозг вообще способен на гораздо большее Чем мы предполагаем Например в книге Думай медленно, решай быстро Автор пишет Вы бы могли параллельно с чтением Легко считать количество слогов в словах Просто вы этого не делаете И действительно стоило мне это прочитать И задуматься об этом Как я тут же понял, что я на самом деле это могу делать И это даже не сложно Вспоминаем первый класс Сколько словегласных, столько и слогов А еще говорят, что мои ролики бесполезны Русский язык со стоповым В 2005 году профессор Стэнфордского университета Предложил другое название для феномена Баадера Майнхоф Спасибо ему огромное Потому что вы говорите это Не слоги в словах считать Иллюзия частотности И вот это название уже гораздо более говорящее И простое Нам всего лишь кажется, что какая-то информация Вдруг неожиданно начинает посматривать на нас Буквально из-за каждого угла На самом деле мы ее просто не замечали Как и кнопку лайка под этим видео И теперь же вы испытываете непреодолимое желание Нажать на нее Нет? А сейчас Иллюзия частотности базируется на двух когнитивных искажениях Селективном восприятии И склонности к подтверждению своей точки зрения Селективное восприятие Это склонность уделять внимание тем элементам окружения Которые согласуются с нашими ожиданиями И игнорировать остальные Это что же Мы не беспристрастны? В 1951 году между двумя американскими университетами Прошел футбольный матч С драками, нарушениями, штрафами, травмами В общем все как мы любим После этого запись поединка показали студентам из первого и второго вуза Итог поразил всех На самом деле нет Студенты из первого вуза замечали грубость со стороны противника И не обращали внимания на нарушения своей команды Та же самая ситуация была и со вторым вузом Кто бы мог подумать Но самым известным экспериментом безусловно является это видео 99 года Зрители просят посчитать сколько пассов сделают игроки в белых футболках Большинство участников опыта без труда назвали правильное число Но вот человека в костюме обезьяны заметили далеко не все Да-да, сейчас именно то время Когда нужно написать в комментариях Что ты заметил обезьяну вот буквально в первую же секунду Я в тебе не сомневался А вот я не заметил Да и посчитал неправильно И в подобных ситуациях можно вычленить два явления Бдительность и защиту Первое заставляет нас вычленять что-то А второе соответственно игнорировать Поэтому когда в следующий раз будете удивляться Что этот товарищ не замечает Что его используют, водят за нос Изменяют, это же очевидно Вспомните эту особенность нашей психики Когда мы во что-то эмоционально вовлечены Nintendo Switch Активно поддерживаем какую-то точку зрения Switch лучшая консоль Наша психика акцентирует наше внимание на той информации Которая поддерживает нашу правоту О, ролик почему Switch лучше Steam Deck Это и называется предвзятостью подтверждения Только, пожалуйста, не надо консольных срачей У меня и Xbox, и PlayStation есть А вообще на столке все равно лучше Можно выделить предвзятость поиска, интерпретации и воспоминаний Мы придерживаемся какой-то точки зрения И ищем исключительно ту информацию, которая ее подтвердит Мы даже поисковые запросы формулируем соответственно Почему страна А права в конфликте со страной Б Вот вам и предвзятый поиск Окей, ну допустим, и вы, и я проанализировали какой-то независимый источник Предположим, что такие есть Но к выводам мы все равно пришли противоположным Почему? Потому что каждый из нас будет анализировать информацию под своим углом Опять же, если мы эмоционально очень вовлечены в этот вопрос Вот вам и предвзята интерпретация Да даже наши воспоминания могут нас обмануть Теперь и себе верить нельзя Мы склонны находить в своей памяти те события и факты Которые подтверждают нашу точку зрения И игнорировать неудобные И что с этим делать? Прочитать статью целиком, а не судить по заголовку Ну и здесь-то мою точку зрения точно поддержат Проверить полученную информацию на достоверность А зачем? Здесь же доказали, что я умненький Изучить данные противоположной страны Окей, плюсы стимдека Чувствую себя таким грязным Но вернемся к нашим байдеру Майнхоф Как понять, что находишься под воздействием этого феномена? А не весь мир неожиданно начал слушать эту песню Смотреть того блогера Если что-то действительно играет из каждого утюга Обычно у этого есть реальные предпосылки Я в 22-м году просто постоянно натыкался на одну и ту же песню Running Up Dead Hill А она 85-го года Вот они, чудеса психики К сожалению, нет Естественно, ты слышал Раз эта песня вошла в саундтрек 4-му сезону Очень странных дел И снова вернулась во все хит-парады Также из песни Гаги Блади Мэри Благодарите ТикТок и сериал Венздай Ну и еще мой танец Кринж! А вот если объективных предпосылок для постоянной встречи с чем-то нет То да, вполне возможно, ваш мозг решил с вами чуть-чуть поиграть И вот здесь должен быть отрывок из фильма «Пила» Я хочу сыграть с тобой в игру Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк Так оно наберет больше просмотров Если вы хотите поддержать меня, то можете подписаться на мою страничку на Boosty Мне будет очень приятно Кстати, именно сейчас вы видите имена моих топовых бустеров Огромное спасибо этим замечательным товарищам Кроме того, не забывайте про мой Телеграм Там интересно и все новости образования появляются быстро Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе И в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео Всем хорошего дня и до встречи!